Систематизировать меры поддержки призывников как отдельной категории граждан. Такую задачу ставят для себя ульяновские представители власти. Речь идет о новом проекте закона, который будет направлен на повышение социальной защиты военнослужащих. По словам заместителя губернатора Сергея Люлькова, подобного закона нет нигде. Проект включает в себя более объемный и последовательный перечень мер. Считаем, что данные меры нам позволят поднять престиж призывника или человека, который уходит в российскую армию. Кроме этого, каждый из ушедших будет знать, что он обладает определенными мерами и поддержками, а затем, вернувшись, и при трудоустройстве, и при поступлении на учебу, такие меры поддержки будут предоставлены. Среди мер поддержки, сохранения статуса многодетной семьи на весь срок службы по призыву главы семейства, родители инвалиды будут иметь право на все льготы по оплате коммунальных услуг на период прохождения их сыном службы по призыву. Для молодого специалиста срок службы исключат из периода, в течение которого он должен трудоустроиться в сельской местности и получить все предусмотренные законом льготы и выплаты. Необходимо будет обратить особое внимание на поддержку военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и относящихся в категории в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также на поддержку жен и детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Предлагаемые меры будут в полном объеме финансироваться за счет средств областного бюджета. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова